За 20 лет работы войти в 30-ку лучших мировых финансовых институтов. Такую задачу ставит перед собой Международный финансовый центр «Астана». Официальная его презентация пройдет 5 июля, однако к работе там уже приступили. Зарина Бесембина расскажет о первых проектах МФЦ. До официальной церемонии открытия Международного финансового центра «Астана» остается чуть меньше полугода. Однако некоторые его институты уже приступили к работе. Свою повседневную деятельность с января начали аппарат Международного арбитражного центра, а также суд МФЦ. Отмечу, в прошлом году главой государства на должность председателя суда был назначен известный европейский юрист, бывший верховный судья Англии, господин Лорд Вульф. К присяге также были приведены 9 судей МФЦ. Помимо этого была создана биржа, ее акционерами стали партнеры из Шанхайской фондовой биржи. Сегодня на ней совместно с компанией «Самрук Казана» проводят работы по подготовке к приватизации. Приватизация должна дать толчок развитию фондового рынка в Казахстане. Основная приватизация пройдет на платформе МФЦ «Астана». Вы знаете, что в соответствии с сегодняшними планами фонда «Самрук Казана» планируется, что в четвертом квартале рассматривается возможность приватизации таких компаний, как «Эйр Астана», как «Казахтелеком» и как «Казатампром». Перезагрузка финансового сектора Казахстана, в том числе развитие фондового рынка, стала одним из главных направлений послания президента в этом году. Международный финансовый центр «Астана» в этой стратегии играет заглавную роль. Благодаря его работе увеличится ликвидность казахстанского рынка, будут активно привлекаться международные инвестиции. Кроме этого, постепенно будут создаваться условия для финансовых операций нового поколения. Отмечу, крупнейший мировой инвестиционный банк Goldman Sachs и компания Silk Road уже выразили заинтересованность стать инвесторами МФЦА. Для них было очень важно, что есть гарантии инвестиций в Республику Казахстан, которые гарантированы всем нашим инвестиционным законодательством, но и возможность работать в рамках МФЦА была подчеркнута с позитивной стороны. Мы также много имеем и других предложений. В течение этого года мы активно будем об этом информировать. Работа Международного финансового центра «Астана» по прогнозам аналитиков должна выйти на самоокупаемость в течение 3-5 лет. До этого времени на его содержание из бюджета страны ежегодно будут выделять по 20 миллиардов тенге. По словам Кайраты Килимбетова, благодаря работе МФЦА в ближайшие 5 лет, по самым пессимистичным прогнозам, в Казахстан привлекут от 3 до 5 миллиардов долларов. А за 10 лет за счет институтов МФЦА удастся заработать примерно 40 миллиардов долларов США. Зарина Бесемина, Ербол Даиров, Хабар, 24, Астана.